Сергей Шойгу противостояние в Сирии это другой тип вооруженной борьбы 18 февраля 2019 года российская газета Сергей Шойгу Противостояние в Сирии это другой тип вооруженной борьбы Президент РФВ Путин посетил авиабазу Хмеймин в Сирии Источник изображения ВРРРД мягкий знак РДЗРРЦЦРЦЦРЮ РДЖРСД мягкий знак РРР номер СРЮРЦРЦРЦРЦРЦРЦРЦЦРЦРЦЦРЦЦРЦРЦЦРЦЦРЦЦЕ Министр обороны Сергей Шойгу выступил на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии Он так объяснил цель сбора, генералам нужно проанализировать современные и перспективные формы применения войск, обсудить проблемы строительства и развития вооруженных сил Разговор также пойдет о совершенствовании работы штабов и их взаимодействии с органами госуправления при решении оборонных задач Участникам сбора представят сравнительный анализ наших и зарубежных образцов вооружения и техники Эти данные лягут в основу серьезной дискуссии о совершенствовании российского арсенала С каждым годом требования к командующим и командирам, руководителям органов военного управления и прежде всего к уровню их подготовки возрастают, подчеркнул министр Он назвал три причины этого Прежде всего, происходит расширение спектра военных конфликтов, которым должны быть готовы наши вооруженные силы Мы видим, что противостояние в Сирии это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии, отметил министр Во-вторых, в войска ежегодно поступает порядка 2,5 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и техники Совершенствуется аркструктура соединения и частей Наконец, все большие влияния на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы Автоматизируются и процессы управления войсками и оружием Происходит интеграция разведывательно-информационных и управляющих систем Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием, подчеркнул Шойгу По его мнению, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших вооруженных сил Поэтому нам нельзя сбавлять набранные темпы повышения боеготовности армии и флота Сделал вывод министр Юрий Гаврилов 12 февраля 2019 года Право на данный материал принадлежат российской газету Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин